Это проект Ставка. Я подполковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте. Министерство обороны России представило свежие данные о ходе проведения специальной военной операции на Украине. Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаев Уничтожены 10 155-мм гаубиц М-37 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом к киевскому режиму за последние 10 дней. Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой, прибывшему из города Владимир-Волынский в зону боевых действий на Донбассе. Уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин. В районе населенного пункта Селедова ДНР уничтожено до 200 боевиков, в том числе иностранные наемники, а также две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров. В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО «Град» и артиллерийскому взводу на огневых позициях. Оперативно-тактической и армейской авиации уничтожены 4 склада с ракетно-артиллерийским вооружением и артиллерийскими боеприпасами в районах населенных пунктов Максимилиановка, Авдеевка, Зеленое поле и Георгиевка ДНР, а также пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук-М-1» в районе Северско-Луганской Народной Республики. Ракетными войсками и артиллерией поражены 22 пункта управления, 48 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах. Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган». В результате ударов авиации ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивной системы залпового огня и 28 специальных автомобилей. Войсками противовоздушной обороны России сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе Червонная долина Николаевской области. Также сбиты 8 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, перехвачены 3 тактические ракеты «Точка-У» в районе Новозвановка и Новоалександровка Луганской народной республики, 2 снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов «Большие проходы» Харьковской области и Червонная долина Николаевской области. Вооруженные силы Украины одномоментно лишились большого количества высокопоставленных офицеров. Как сообщает российская Минобороны, крылатыми ракетами «Калибр» был накрыт пункт управления украинской армией, где в тот момент проводилось совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск Александрея. Атакованный пункт управления находился в районе села «Широкая дача» Днепропетровской области. Удар был нанесен из акватории Черного моря. В результате уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе из состава Генштаба ВСУ, командования группировки «Каховка», десанта штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях. В Харьковской области продолжаются столкновения на севере региона и в Изюмском районе. На приграничных с Россией территориях идут бои в окрестностях Дементьевки и Питомника. Российские силы нанесли удары по окрестностям Цуповки, Русским и Черкасским Тишкам. На юге области противник обстреливал Дебровное, Вернополе и южные окрестности Краснополя. На Изюмском направлении ВСУ продолжают укреплять позиции на линии Чепель, Протопоповка, Петровская. По укрепрайонам противников Чепели российская артиллерия нанесла массированные удары. Также российской армии были нанесены ракетные удары по Шебелинскому НПЗ у населенного пункта Андреевка Балаклейского района, одному из немногих сохранившихся до сегодняшнего дня украинских заводов по переработке нефти. Успешно развивается наступление на северодонецком направлении. Подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских вооруженных сил освобожден населенный пункт Метелкино. Подтверждена сдача в плен айдаровцев вместе с командирами. Еще совсем недавно непобедимые нацисты в кавычках дают показания о своих подвигах и рисуют на картах расположение побратимов в Лисичанске и Пригородах. Отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения покидают район боевых действий. Боевики, зажатые на предприятии «Азот», подают сигналы, что готовы к продолжению переговоров. Взят ротный опорный пункт на окраине Ташковки. Занята последняя позиция ВСУ в поселке. Очень серьезные удары наносятся по окраинам Лисичанска. Скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчияровке и в промзоне Лисичанского НПЗ. В Золотом, на Попасинском направлении союзные войска ведут уже уличные бои. Группировка в соседнем Горском тоже заблокирована. Союзные силы продвинулись в сторону трассы Лисичанск-Артемовск. Наши бойцы вошли в Нырково и Николаевку. Есть существенное продвижение в сторону Артемовском. Там наши войска захватили несколько опорников ВСУ. И сейчас находятся от населенного пункта на расстоянии примерно 7 километров. Украинские войска продолжают наращивать группировку под Авдеевкой. В Курахово подвезли оружие и боеприпасы. На Запорожском направлении продолжаются артиллерийские дуэли в районе Орехово и Гуляйполе. В результате обстрела ВСУ поврежден газопровод в Васильевке. По объектам в Днепропетровской области нанесено несколько ударов. Уничтожен склад боеприпасов в Синельниково. Выведена из строя нефтебаза в Новомосковске. На Криворожском направлении российские силы нанесли удары по объектам ВСУ в Зеленодольском и Апостоловском районах. Иностранные наемники бегут из Донбасса. По данным Министерства обороны, этот процесс не удается остановить, несмотря ни на какие усилия киевского режима и увеличение выплат. Российское военное ведомство отслеживает и фиксирует пребывание на Украине всех иностранных боевиков. В базу данных заносятся не только наемники, которые непосредственно участвуют в боевых действиях в составе украинских подразделений, но и инструкторы, прибывшие для обучения, помощи в эксплуатации и ремонте поставляемого Украине западного оружия. Среди европейских стран безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наемников стала Польша. Сначала специальной военной операции на Украину. Оттуда приехал 1831 человек, из которых уже уничтожено 378 и убыли на родину 272 наемника. На американском континенте больше всего желающих повоевать за киевский режим оказалось среди канадцев. США на втором месте. Всего в списке Минобороны числятся 6956 наемников и специалистов по эксплуатации вооружения из 64 стран. Из них уже уничтожены 1956, уехали 1779. Пока живые, еще не захваченные в плен или не добежали до украинской границы, 3 221 наемник. В понедельник инициатива в атмосфере Украины будет принадлежать антициклону, благодаря чему во всех регионах будет малооблачно, а значит любые цели ВСУ окажутся в окнах погоды миллион на миллион и станут идеальными для точного нанесения ударов российской армии. В Донбассе малооблачно, днем 2,5 баллов, верхний и средний, кучевой, высотой 1000-1500 метров. Верхняя граница 2-3 километра, без осадков, видимость более 10 километров. Ветер северо-западный, западный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-20, а днем плюс 30-35, что на несколько градусов выше многолетней нормы. В связи с идеальными метеоусловиями, все операционные направления доступны для наступления российских войск. Погода будет благоприятствовать массированному применению штурмовой, армейской и дальней авиации по наземным и надводным целям противника. Идеологическое воздействие на противника путем применения агитационных снарядов и мин не будет зависеть от ожидаемых метеорологических условий и получит наилучший эффект разбрасывания листовок. Идеальные погодные условия для широкого применения осветительных снарядов и мин, для освещения местности, постановки световых ориентиров, а также для ослепления наблюдательных пунктов, электронно-оптических средств и огневых средств противника. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею. Продолжение следует...